МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день, выходя из дома, хотим, не хотим, мы становимся участниками движения. Каждый день город и его дороги предлагают нам непредвиденные ситуации. Как не попасть в ненужную и с честью выйти из той, в которой уже оказались, поможет разобраться наша программа. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Вы спросите, почему здесь Шефутинский, но вы обратите внимание, на какой я улице нахожусь. Именно здесь, 3 сентября, именно вот в этом месте началась платная парковка в Петербурге. Именно здесь ее презентовали вице-губернатору. Об этом сегодня и поговорим. Я Александр Холдов, вы смотрите «Автограф». За все годы работы платной парковки на территории Петербурга всего один штраф был оплачен в бюджет нашего города. Причем это произошло именно здесь. В момент презентации платной парковки автомобиль, который должен штрафовать других нарушителей, сам оказался на тротуаре. За что я поплатился. И многие называют это единственной проблемой платных парковок в Петербурге. Но поверьте мне, это не единственная проблема. И об этом вы узнаете подробнее, посмотрев нашу сегодняшнюю программу. У нас с вами красивый город. История с платными парковками пришла или слишком рано, или слишком поздно. То есть те, кто начал эту историю чуть-чуть пораньше, успели подписать не очень законную, но тем не менее соглашение о персональных данных получили данные автомобилистов и имеют возможность штрафовать. Сейчас данные получить невозможно, поэтому, увы, штрафы в нашем городе за платную парковку не работают. Я плачу. За парковку оплачиваю, даже если приехал на часик. Хотя ходят слухи, что штрафы не приходят. Когда называют причины того, почему в Петербурге так плохо работает платная парковка, то всегда причина одна – отсутствие штрафов. Но давайте представим, что штрафы действительно уже существуют. И давайте проверим, все ли так идеально с платной парковкой в центре Петербурга, как нам пытаются рапортовать власти. Идея платной парковки, сами знаете, содрана откуда. Только, как всегда, в этой стране содрано плохо. Она не работает как факт. Никто не смотрит, никто не наблюдает. Я готов платить, чтобы все это было культурно и красиво. Вот мест нету, вот встала здесь. Сейчас скажу. Если стоять к БКЗ, правая сторона, не выйти из машины. Грязная лужа. Если дождь идет, значит, лужи. Зимой, естественно, не убираются парковки. Не выйти, сами чуть ли не разгребаем. Ну, порядок бы надо привести. Понятно, что люди платят. Вот из машины не выйти. Дождь идет, из машины не выйти. Информация в наше время – это все. Но вот именно информации не хватает городской организации, которая занимается парковкой, для того, чтобы штрафовать автомобилистов за нарушение той самой парковки. Вернее, за то, что автомобилисты просто не оплачивают ее. Практически все, ну, не побоюсь этого слова, потому что процент действительно зашкаливает, практически все ее не оплачивают. Те единицы, которые платят, ну, наверное, это или слишком сознательные горожане, или жители других городов, которые просто не знают, что в Петербурге можно безболезненно парковаться на платной парковке и ее не оплачивать. Почему так происходит? Дело в том, что данные автомобилистов, которые есть в ГИБДД, не передаются в организацию, которая занимается парковками. Соответственно, фиксируют факты неоплаты, фиксируют автомобили, которые нарушают правила парковки в Петербурге, но ничего с ними сделать не могут, потому что нету данных, кто же владеет этими автомобилями. Примерно раз в полгода объявляют о том, что буквально вот завтра или послезавтра будут приняты соответствующие поправки, и автомобилистов, наконец, начнут штрафовать. Любимая пугалка для всех автомобилистов, но, поверьте мне, ни завтра, ни послезавтра штрафов не будет. Более того, у меня есть инсайдерская информация о том, что соответствующие изменения в законе в ближайшее время приняты не будут. Для поиска свободного места, для того, чтобы припарковать свой автомобиль, я пользуюсь мобильным приложением. Нажимаю поиск, почему-то меня отправляют, несмотря на то, что я нахожусь совсем далеко от этого места, но на Манежный переулок. Именно там система предлагает мне припарковать свой автомобиль, видимо, предполагая, что это совсем рядом, совсем удобно. А что же, отправимся, проверим. Так, мы приехали на ту зону платной парковки, которая приложение нам рекомендовала. Здесь, по мнению этого приложения, должно быть 5 парковочных мест, и 3 из них свободно. Давайте инспектировать. Первое место действительно и существует, и занято. Второе место, кстати, обращаю внимание, вот датчики здесь находятся, то есть, действительно, измеряется, если здесь парковочное место. Второе, свободно. Третье, вот здесь уже получается не состыковка. То есть, автомобиль стоит почему-то не посередине. Явно датчик свободен. То есть, получается, что это место, с точки зрения программы, должно быть свободно. На самом деле, мы видим, что автомобиль стоит. Правда, не совсем здесь. Итак, раз, два, три. Три парковочных места здесь, и нам нужно найти еще два. По свободным уже явно несоответствия. И дальше несоответствия идут еще больше. Четвертое парковочное место занято. Здесь и стоит автомобиль, и, соответственно, датчик должен правильно показывать. Но вот пятое место. Мы передвигаемся сюда, и что видим, автомобиль пятый действительно есть. Датчик должен показывать, что здесь свободно. Только разметка, которая уже практически исчезла, показывает о том, что здесь вообще нет парковочного места. То есть, кто-то когда-то поставил датчик. В программе он, видимо, учитывается как парковочное место. При этом мы видим, парковаться здесь правилами дорожного движения запрещено. Да и вообще, пока мы здесь находились, несколько автомобилей то занимали парковку, то уезжали. В программе свободное количество мест оставалось все то же. Три свободных места. Поэтому очень сильные вообще сомнения, работает ли эта система, или это просто какой-то генератор случайных чисел. Все очень странным способом работает приложение. Вот специально проверяю, встаю на место, где свободно датчик есть. То есть, программа должна определять, что здесь есть свободные парковочные места, но при этом я специально делаю поиск свободного места. И первый раз меня отправляло на улицу Ластания. Сейчас я удалил приложение, опять запустил. отправляет на Манежный переулок, дом 14. Причем удивительное такое вот событие. 37 мест и 36 из них свободно. Вот прямо хочу посмотреть, действительно ли это так. Поэтому мы направляемся сейчас туда. Но первый раз возникает все-таки вопрос, почему мне не предлагает вот это парковочное место, когда по геопозиции программа видит, что я нахожусь прямо здесь. Вот я показываю геопозицию. То есть, он правильно определяет, что я нахожусь на Манежной площади. Рядом со мной свободное парковочное место. Я нажимаю поиск его. И меня отправляют на Манежный переулок. Обратите внимание, 37 мест, 36 свободно. Еще и два места для инвалидов. Сейчас пойдем смотреть на это чудо. Действительно ли это так. Направляемся как раз по адресу, который советует программа. Посмотрим, действительно ли из 37 мест 36 свободно. Не верю. Я как раз сейчас нахожусь в той самой зоне 11.04. Она достаточно большая. Вообще вся улица, это именно зона 11.04, несмотря на большое количество паркоматов. Но программа мне советует воспользоваться именно вот в этом месте. То есть, она именно здесь, в зеленой линии, расчерчивает, что из 37 парковочных мест 36 свободно. Я думаю, что не нужно обладать какими-то суперматематическими способностями, чтобы посчитать, что на этой улице автомобилей, наверное, больше, чем один. Мы с вами только что протестировали мобильное приложение и убедились, что оно просто врет. Показывает нам, что куча свободных мест. На самом деле, этих свободных мест на улице нет. Кажется, что, может быть, это просто мобильное приложение неправильно работает. Или интернет недостаточно быстр. Но вот пример оффлайн. Мы с вами находимся прямо на улице, где расположено табло. Это табло показывают нули на всех близлежащих перекрестках, на всех близлежащих улицах. Это означает, что или отсутствуют парковочные места, или программа не работает. Но парковочные места есть. Это значит, увы, система не работает. Конечно, нет. Надо брать много штрафов. И на благо нашего города, государства, тратить эти деньги. Наши власти не могут сделать элементарные вещи. Собирать парковку. Поэтому люди паркуются бесплатно. Поэтому нет свободных парковочных мест. Приходится стоять вот так вот. Я стою. Когда стартовал проект платных парковок, говорили, что скоро будет возможность наличной оплаты. По крайней мере, это требование действующего законодательства о защите прав потребителей. Но, как мы видим, паркоматы все те же. Воз и ныне там. Можно оплатить только или с помощью СМС, или при помощи банковской карты. Нет банковской карты, нет телефона. Все. Даже если вы захотите оплатить парковку, вы это сделать не сможете. Ругать бесполезно. Я так думаю. Ну, во-первых, паркоматы часто не работают. Приходится бегать кругами, искать этот паркомат. Во-вторых, неудобные условия оплаты. Приложение тоже, то, что они сделали для мобильных, оно не работает качественно. Ну, а так, в принципе, какие еще претензии могут быть. Стоимость, мне кажется, завышенная. Ее надо сделать дешевле. И намного дешевле. Чтобы она была более доступна для людей. Надо сделать нормально, так сказать. Ну, посмотрите, что город превращен во что. Пока, может быть, складная парковка. Туда вообще ограничить. Как в Лондоне, например, на движение транспорта. Или платные делать. Какие-то новые парковки. Никто это не соблюдается. А это как бы не хотят. Смотрите далее. Страты на саму зону платной парковки ушли уже далеко за миллиард. А вот здесь вот автомобиль, видимо, приболел. По крайней мере, пластырь на номерном знаке говорит о том, что вы лично тоже платите за платную парковку. Ранее с программами. Давайте проверим, все ли так идеально с платной парковкой в центре Петербурга. Я нажимаю поиск его. И меня отправляют на это табло, показывают нули на всех близлежащих перекрестках, на всех близлежащих улицах. Раз уж мы так удачно считаем чужие деньги, деньги за штраф из платных парковок, давайте попробуем посчитать свои. Отправимся в небольшое путешествие. Заодно прикинем бюджет этой поездки. Путешествовать мы все любим, но, увы, не всегда есть деньги на какие-то далекие поездки. Есть выход поехать близко. Тем более, рядом Ленинградская область, рядом отдаленные районы Санкт-Петербурга. И, конечно же, у нас есть автомобиль. Поэтому отправляемся в небольшое путешествие. Заодно считаем, во сколько оно нам обходится. В первую очередь, для того, чтобы путешествие было экономно, нужно ехать близко. Поэтому выбираем очень близкий маршрут. Посетим сегодня Сестрорецк. Все, что вокруг него. И посчитаем, во сколько же обойдется такое небольшое, но все-таки путешествие. Поскольку у нас задача сделать именно экономное путешествие, пытаемся его сделать максимально экономным. Вот представим, что мы даже если не доехали до Сестрорецка, в принципе, весь день можно потратить на посещение прекрасных мест. Вот здесь, в разливе. И здесь дело даже не в прекрасной природе, которая нас окружает. Ни в озере, ни в пляжах. А есть еще и исторические места. Например, вот такой вот шалаш. И вот пример музей. Пример того, что можно и культурно обогатить себя знаниями. Кстати, посещение этого музея вместе с другим памятником, вместе с сараем, где точно так же прятался Ленин, обойдется вам всего в 200 рублей. А если вы льготник, то хватит и 100. Дети бесплатно. Если вы никогда не бывали в Улан-Удэ, где находится самая большая голова Ленина, то, конечно же, вот эта голова в Сестрорецке, а вернее в разливе, вас обязательно впечатлит. Потому что ее размер, как вы видите, выше любого, даже самого высокого гражданина. 17-17. Кстати, знакомое сочетание цифр. В 1717 году именно здесь были посажены дубы. Или, вернее, маленькие саженцы, которые можно назвать дубки. Именно поэтому называется парк дубки. И, кстати говоря, что сам Петр I приложил к этому руку несколько сотен саженцев, посаженные лично им. Остальные тысячи высажены его сотрудниками. И поэтому с тех пор здесь так красиво, здесь так прекрасно. И здесь финальная точка нашего маршрута. Мы находимся в городе Сестрорецк. Если вы вдруг захотите остаться в Сестрорецке на ночь и провести все выходные, то не очень удачная идея с точки зрения экономики. По крайней мере, мы посчитали, это не имеет никакого смысла. Потому что самый дешевый хостел обойдется вам в 2000 рублей на человека. Согласитесь, это несоизмеримо даже со стоимостью на бензин. Учитывая, что Сестрорецк находится очень близко от Петербурга. Поэтому считаем нашу поездку без ночевки. Поскольку в Сестрорецке большое количество мест, где можно покушать, нам удалось питаться в недорогой пищеточке. Пышки.